И снова здравствуйте! В эфире телекомпания «Город. Программа подробностей». Сегодня в гостях нашей студии Самир Гараев, руководитель Рязанского центра медиации и права. Здравствуйте! Здравствуйте! Самир, что за профессия? Расскажите, пожалуйста, подробнее, чем вы занимаетесь? Профессия медиации – это процесс примирения сторон, процесс разрешения сторон. Еще в 2010 году государство приняло закон, направленный на разрешение споров о несудебном порядке. И как раз этим процессом управляет профессионал, медиатор. Есть такая профессия – медиатор. Какая сейчас работа ведется в нашем городе, в этом направлении? Как вообще у вас пришла идея развивать медиацию в Рязани? Еще в 2009 году я обратил внимание на то, что в процессе подготовки нового закона. Для меня стало интересно, так как я сам юрист по образованию. И профессия медиатора как раз позволяет объединить несколько профессий, в том числе и психолога, конфликтолога и юриста. Для меня стала интересна эта профессия. Я решил поехать в Москву, отучиться, стать профессиональным медиатором и получить сертификат. В 2010 году был принят федеральный закон, а он с 2011 года начал свое действие. И после принятия федерального закона об альтернативной процедуре урегулированных споров было принято ряд других законов, которые внесли изменения, в том числе и ГПК, и арбитражный профессиональный кодекс, и ряд других законов. Вы как общественный деятель, я так понимаю, тоже принимали активное участие в принятии этого закона? Да, я как раз тоже принимал активное участие в процессе разработки данного закона. Несколько раз мы встречались, я ездил в Москву, вели активный переговор, потому что для России институт медиации – это новое направление. Так как ценности нашего менталитета, российского и медиации, она отличается чуть-чуть от западного, потому что 80% западных стран, в том числе и европейских стран, спор решается в процедуре медиации. А только остальные случаи люди обращаются в судебные органы или другие органы для разрешения своих споров. Как у нас в Рязани сейчас идет эта работа? Дело в том, что вот уже 2011 года в Рязанской области действует наш центр, Рязанский центр медиации и права. У нас формирована корпус профессиональных медиаторов. Наша основная задача – содействие, в первую очередь, развития института медиации в нашем регионе. Потом оказание услуг в сфере медиации. В медиации входит также примирение сторон, разрешение конфликтов в судебном порядке, потом нарративная медиация. И ряд других переговорных процессов, которые необходимо ввести на определенных условиях. Учитывая, что процедура медиации основана на трех основных принципах. Это добровольность участия сторон, это конфиденциальность процесса. Третий – это независимость и беспристрастность медиатора. Тем не менее, работа ваша ведется, хотя и относительно недавно, наверняка уже опыт у вас достаточно богатый. Большинство конфликтов все-таки удается урегулировать, уладить. Да, большинство конфликтов нам удается своевременно подключиться, разрешить. Потому что основные конфликты в последнее время мы часто сталкиваемся. Это семейные конфликты. Вот представьте ситуацию, вот расторжение брака. Это для членов семьи очень болезненный процесс. Но брак-то можно прекратить. А как быть соотношением? Кто будет воспитывать ребенка? Кто будет собирать ребенка в школу? Если, не дай бог, заболеет, как в этом случае быть? Ну, задача ведь не заключается в том, что создали семью, родили детей и разошлись. Эти все вопросы, как правило, процедура медиации позволяет сесть за стол переговоров сторон, обсудить и принять то жизнеспособное решение, которое важно для сторон конфликта. Потому что ни один суд, ни один правоохранительный орган не может принять то решение, которое будет помогать сторон, чтобы они потом общались между собой. Тяжело ли найти подход к каждому клиенту? Дело в том, что здесь, на мой взгляд, не то, что как бы клиента, мы здесь в первую очередь ставим человеческое отношение. Ну, почему так происходит? Люди на каком-то этапе своей жизни перестают между собой общаться. Это последствия взаимных претензий сторон. Когда возникают недопонимания, претензии, а когда претензии не услышаны, это приводит, как правило, к конфликту сторон. А если возникает конфликт, тогда необходимо работать уже с конфликтом. Как правило, если люди, когда обращаются к судебным органам, у них возможности в рамках судебного заседания обсуждать те другие вещи, те другие вопросы, которые касаются их жизнеустройства, не удается. Потому что судебная система у нас так устроена, потому что они рассматривают только предмет спора. А так часто бывает, что люди обращаются в суд по одним вопросам, а в рамках судебного заседания пытаются выяснить еще ряд других вопросов. А судебная процедура не позволяет им этого сделать. А процедуру медиации можно и проговориться, можно обсудить, можно договориться. Процедура медиации – это же конфиденциальный процесс. Тут можно говорить обо всем, можно выяснить. И это же добровольный процесс. Если не понравился, можно всегда уйти, встать и уйти из процесса. После проведения процедуры сторону объединяется против конфликта, потому что задача заключается разрешение конфликта. А пытаясь разрешить конфликт, люди переходят на личности, оскорбляют друг друга. Это создает еще дополнительные проблемы. Сравнение, если мы судом небольшое сравнение приведем, и медиация, и суд. Смотрите, в суде, как правило, выясняется и устанавливаются те факты, которые уже были. То есть ориентированы на прошлое. Как эта проблема возникла? Какие были сложности? Ну, а что же делать этой проблемой? Это уже позади. А процедура медиации ориентирована для будущего. Но все, что было, это прошлое. А как дальше быть? Необходимо выстроить взаимоотношения, как мы называем составление дорожной карты. Как выйти из этой ситуации? Вот в процедуру медиации, как раз мы называем ее, круглый стол позволяет странам сесть за стол переговоров, договориться и принять то жизнеспособное решение, которое для них важно и нужно. А вам ваша профессия помогает в жизни, скажите? Знаете, скажу, что да, очень помогает. Я после получения знаний в области медиации, я многое что-то себя изменил. Изменил доброжелательные отношения, выяснение истинной причины недопонимания. Я начал понимать, что от того, что люди и сам конфликтовал, это не стоило столько траты силы, средств, эмоций. Этого вопроса можно гораздо попроще задать вопрос, выяснить, понять и, собственно говоря, и все. — Самир, ну поделитесь своими планами, что вы в дальнейшем планируете реализовать в нашем городе? — Диация интегрируется не только в порядке несудебного разрешения споров, в том числе и интеграция происходит в области образовательного процесса. Принят ряд нормативно-правовые акты, приняты рекомендации, направлены определенные инструкции для образовательного учреждения, для того, чтобы мы сегодня в школах научили своих детей не только читать, писать и в том числе выстраивать отношения с теми людьми и выяснить суть конфликта и разрешить спор только мирным путем. Также медиация развивается в области предпринимательской сообщества. Сегодня у нас в стране кризис. Некоторые предприниматели испытывают определенные сложности. А судебные процессы, как правило, они затяжные и затратные. А процедура медиации им позволяет договориться, согласовать те недопонимания, которые между ними есть, сесть за стол к переговору и гораздо дешевле, удобно и быстро и на условиях конфиденциальности принять то решение, которое для них приемлемо. — Я думаю, что это сейчас хорошее наставление для наших зрителей. — Ну если да, действительно, для наших зрителей это будет интересно. Мы со своей стороны все усилия приложим для того, чтобы наши граждане, наше население, они были проинформированы о сути медиации, о роли медиации, для чего медиация нужна. А ведь государство предложило обществу удобный, быстрый и эффективный способ разрешения споров. Конституция гарантирует каждому способы защиты своих прав и законных интересов. Один, первый способ — это защита своих прав и интересов через судебные органы, второй — это через процедуру медиации. Для чего это было сделано? Чтобы люди по углам не собирались, незаконно споры не решали. Для этого есть открытая, честная, прозрачная площадка. Пожалуйста, садитесь за стол переговоров, пригласите медиатора или сходите к медиатору, разрешите свой спор. И при этом мы сохраним добрые отношения и хотя бы чуть-чуть снижим конфликтность у нас в обществе. Как Юрий Никулин говорил, если один человек предоставить радость еще одному человеку, у нас в стране несчастливых людей бы не было. Правильно? Правильно. Спасибо, что пришли к нам в гости. Самир Гараев сегодня был в нашей студии. Это была программа «Подробности». Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова